Дорогие друзья, учитывая, что предыдущая сессия вызвала столь пассиональную дискуссию, что мы уже идем с отставанием от графика, предлагаю начать. Тема нашей сегодняшней сессии – экология и устойчивое развитие и роль цифровых технологий достижения этих целей. Меня зовут Ирина Гайда, я заместитель директора Центра по энергопереходу и устойчивого развития Сколковского института науки и технологий. И сегодня у нас четверо замечательных спикеров, которые постараются вместе с нами ответить на вопрос, а в чем же, собственно, роль цифровых технологий. Сегодня с нами Мария Ольховская, руководитель отдела патентной и изобретательской работы компания Splat Global, Алиса Суханос, руководитель по направлению интернет-вещей, компания Megafon, Михаил Юлкин, основатель и генеральный директор Carbon Lab. Это один из наиболее известных игроков в сегменте непростого технического консультирования по снижению углеродного следа. И я также рада представить моего коллегу из Колтеха, Александр Булкин, является экспертом Центра по энергопереходу и, в частности, возглавлял целый ряд проектов Сколтеха, связанных с оценкой климатических рисков и для конкретных бизнес-партнеров. Приношу извинения, у нас в последний момент произошла замена спикера, и мы с большой радостью приветствуем Александра, но, к сожалению, его имя написано неправильно. Надеюсь, что все запомнили, что это Александр. Собственно, наверное, первый вопрос, на который я бы предложила ответить всем нашим спикерам, говоря о роли цифровых технологий в устойчивом развитии, можно выделить четыре основных направления. Первый из них связан со всевозможными инструментами мониторинга и оценки вреда, выброса парниковых газов, климатических погодных рисков и так далее. Второй блок задач связан с повышением эффективности применения уже существующих решений снижения этого самого вреда и так далее. Сюда же можно отнести проблематику ликвидации ущерба. И, наверное, еще одно направление, которое следует подсветить – это создание новых технологий, новых продуктов и новых решений, направленных на экологические задачи устойчивого развития. В этом контексте, наверное, я бы предложила всем спикерам коротко обозначить, какой тип решений для вашей компании, для вашей группы является наиболее актуальным, в чем вы видите его преимущества и, может быть, какие направления развития этих решений вы предлагаете. Ну, давайте, может быть, примерно в том же порядке. Тогда вам первое слово. Слышно? Да. Замечательно. Мы не готовились к ответу на этот вопрос. Он неожиданный. На самом деле приоритетом для нашей компании является комбинация методов перспективного анализа и предотвращения выброса каких-то вредных веществ в окружающую природу и разумным потреблением, потому что нельзя ставить искусственный интеллект и другие технологии превыше всего, не ратуя при этом за минимизацию выбросов через использование обычных гигиенических средств, допустим. То есть не должно одно подменяться другим и не должен быть фокус на искусственном интеллекте чисто с маркетинговой стороны. Наверное, вот такой наш ответ. Говоря более приземленно о том, как вы применяете цифровые технологии для устойчивого развития, можете чуть подробнее раскрыть, а что, собственно, происходит? Тогда начнем с доклада. Да. Можно только попросить кликер. Спасибо, коллеги. Итак, когда нас пригласили выступить на форуме, достаточно неожиданная для нас тема была с той точки зрения, что мы нигде и никогда не позиционируем себя как производителя FMCG товаров, у которого есть инструменты искусственного интеллекта, которые достаточно широко применяются в нашей работе. Обычно, когда мы говорим про искусственный интеллект, это все-таки компании, деятельность которых совмещена с IT-решениями. То есть мы себе не можем представить ряд банков без IT-решений. Когда мы говорим про FMCG-сектор, кажется, что мы будем говорить про какой-то маркетинг, какой-то интересный клейм, не более того. Но на самом деле в нашем случае это далеко не так. И если вы когда-либо пользовались нашей продукцией, то увидите, что на каждой упаковке есть достаточно много интересных клеймов, таких как очищение, дезодорация и прочее. То, что вы ищете в каждом продукте. И все эти цифры нам необходимо подтвердить. И с одной стороны, мы с коллегами очень сильно ратуем за качество продукта, потому что я работаю непосредственно с исследователями. И с другой стороны, мы говорим о том, что нужно эти исследования делать наиболее рациональным способом, так, чтобы декларация на упаковке не превратилась в сопутствующие выбросы в окружающую среду. Если посмотреть на наши текущие направления, чем мы занимаемся в области экологии, и как мы пришли к использованию искусственного интеллекта, здесь достаточно интересный опыт. Мы начинали, скажем так, с чистой экологии, без применения цифровых решений. И наши рефил-станции вы можете увидеть в ритейле. И, кстати, будете в Новгороде, в Новгородской области, можете пройтись по плитке, которая сделана полностью из зубных щеток. То есть мы их принимаем в переработку, поэтому плитка иногда это ваша бывшая зубная щетка. И, как я уже сказала, рациональное потребление. Мы не делаем рефил-станции просто ради рефил-станции, поскольку вы видите на слайде, вот так выглядит ваша зубная щетка после одного применения, поэтому их обязательно нужно менять через три месяца. И годичное использование никуда не пойдет. Каким образом мы пришли к искусственному интеллекту, распространяя географию своих клинических исследований и инвитро-исследований, мы пришли к тому, что мы занимаемся очень много такой сайенс-логистикой, логистикой для проведения экспериментов. И вы видите лишь ограниченный перечень стран, в котором мы проводим эти исследования. То есть, поскольку мы продаем нашу продукцию в 70 плюс стран мира, для нас действительно важно делать исследования, которые будут признаваться во всем мире, и мы не ограничиваемся территорией домашнего рынка. И даже в сложные годы мы увеличили долю инновационных проектов. Под инновационными проектами мы имеем в виду проекты, которые никогда вам ранее не были доступны. или это проект с инновацией, которую, может быть, вы раньше и знали, но мы достигли гораздо лучших эффектов, как минимум на 20% и лучше аналогов. В результате проведения экспериментов мы не задумываемся, но мы с коллегами пришли к выводу о том, что есть сопутствующие выбросы, которые нами всегда принимались как базовые, и никогда это не вызывало никаких вопросов. Вы видите только часть, которую мы вспомнили, но есть еще обязательно какая-то сопутствующая сторона. И мы пришли к тому, что нужно сокращать количество исследований. Но с другой стороны, а как сделать таким образом, чтобы и потребитель не остался, знаете, на заднем фоне, потому что мы в первую очередь делаем наш продукт для потребителя, который ищет совмещение нескольких эффектов в одном продукте и, скажем так, декларируем некий такой холистический подход к здоровью. Поэтому мы в научном центре поняли, что нам, кажется, нужно двигаться в сторону некого решения, которое будет разрабатывать для нас инновационные комплексы и в то же время говорить о том, каких результатов мы достигнем. Спойлер, мы так и не придумали это решение, но нашли способ минимизировать затраты и расходы и выбросы для того, чтобы снизить нагрузку на окружающую среду. И мы протестировали несколько программ, которые можно принимать как искусственный интеллект. В частности, вот первая задача, которая у нас была, мы тестировали вместе с Осколково программу искусственного интеллекта, которая позволила нам выявить наиболее безопасные консерванты, которые можно использовать в нашей продукции. Но, коллеги, сразу отмечу, что даже при условии такой жесткой фильтрации некоторых компонентов в искусственном интеллекте, в конце и венцом творения всех наших решений, естественно, является человек. Мы вчера подписали кодекс этики об использовании искусственного интеллекта. И, конечно, нельзя сказать, что мы делегировали эту функцию полностью искусственному интеллекту. Это недопустимо. И второй кейс, он для нас наиболее интересный, поскольку создан непосредственно в нашей лаборатории, мы с помощью нейросетей тестировали ряд комбинаций для того, чтобы убедиться в улажняющем эффекте одного из наших решений. И взяли для себя в качестве мишени белки, аквапорины, которые, если говорить простым языком, выступают таким паровозиком, который протаскивает влагу в клетке человека. И с помощью искусственного интеллекта было подобрано несколько комбинаций. В финале мы протестировали самые ключевые решения и убедились в том, что да, наша комбинация влияет на аквапорины, и вот такой дип-сайенс получили. Мы у себя на упаковке не все можем вынести, потому что мы все-таки больше косметика, и такой клейм, он, ну скажем так, обязывает выносить сопутствующие испытания на упаковку. Это очень сложно, потому что, как говорят у нас в маркетинге, упаковка не резиновая. Но вот теперь вы знаете, что за обычным средством скрывается такая глубокая наука, которая была протестирована с помощью искусственного интеллекта. Нельзя сказать, что искусственный интеллект – это, ну скажем так, решение, которое нам позволяет всегда прийти к оптимальному результату. Несколько раз искусственный интеллект ошибался, и мы его ловили с помощью человека, поэтому по-прежнему у нас разработчик – это венец творения, и без него мы обойтись не можем. Но да, мы двигаемся в эту сторону достаточно позитивно. Что касается цифр, коллеги, наверное, продолжат уже говорить про бизнесы цифры. Нам они пока не столь доступны, потому что в научном центре мы стараемся разработать технологии, не столько средотачивая свое внимание на каких-то показателях. Но вот в частности мы посчитали, прикинули, что порядка 20% бюджета экономии исследований на инвитро и колоссальные экономии на такую научную логистику, когда мы отправляем образцы в несколько стран для тестирования наших ключевых комплексов. На этом у меня все. Если есть вопросы. Если позволите, один вопрос в развитии. Действительно, ну как бы вы начали с того приложения искусственного интеллекта, которое в устойчивом развитии, мне кажется наиболее, ну пока сложным и малораспространенным на самом деле среди компаний. Один из вопросов там. Основатель Палантира сказал, что простой продукт с искусственным интеллектом зачастую более эффективен, чем сложный продукт без искусственного интеллекта. Вот видите ли вы в своей линейке возможность появления таких продуктов? Хороший вопрос. Дискуссионный, я бы сказала. Наверное, отвечу следующим образом. Мы не видим пока для себя возможности выпустить продукт, который создан исключительно с использованием искусственного интеллекта без участия человека. Все-таки мы видим некоторые ошибки, которые нас беспокоят. Но в то же время мы будем расширять сферу использования искусственного интеллекта. В наших исследованиях это безусловно. И посмотрим, какие новые возможности нам дают программы для того, чтобы не просто оптимизировать выбросы в окружающую среду, но и сделать еще что-то дополнительное. То есть не только отказаться от каких-то выбросов, но еще и дать новую пользу потребителям. Может быть, это будет более быстрый вывод продукта на рынок. Поэтому мы не делаем разделение на простой и сложный продукт. Все продукты для нас являются по своей сути сложными. Просто ради информации цикл в среднем разработки в нашей компании по полной программе 18 месяцев. Поэтому когда говорят, что продуктов MCG быстро разработать, это не про нас. Не могу не задать вам этот вопрос, поскольку вы представитель международной компании, продолжающей работать на российском рынке. Бывает мнение, что экологическая повестка в России менее востребована потребителями. Как бы вы оценили это суждение? Понимаю, что вопрос к маркетологам возможно в большей степени, чем к вашему подразделению, но тем не менее. Да, но мы знаем ответ на этот вопрос. Поэтому, да. В действительности, когда мы получаем обратную связь от потребителей, у нас и на сайте есть возможность оставить обратную связь. И если вы читаете вкладыши в наши зубные пасты, написанные лично генеральным директором, то есть возможности ставить обратную связь, и по этой обратной связи мы видим, что потребитель настаивает на снижении выбросов. Если он где-то видит несоответствие, например, туба не перерабатывается, существует достаточно большое движение независимых частных лиц, которое все-таки обязывает нас перейти к этому. И я рада заявить, что с середины этого года наша зубная паста Биомед переходит на перерабатываемые тубы. Так что, да, мы ратуем за это, но силами потребителей, конечно, это в том числе решается. Потребитель напоминает, где есть какой-то гэп. Спасибо большое. Я думаю, что мы вернемся к вам в обсуждении следующих вопросов. А сейчас я хотела передать слово Маре, пардон, Олесе Сухонос, да, извините, Маре. Вопрос вот про ваше видение роли цифровых технологий в устойчивом развитии. Коллеги, добрый день. Очень приятно, что уже повестка экологическая все больше захватывает мероприятий, форумов. И на самом деле, как раз перекликаясь вот и с предыдущим докладчиком, и с вопросом мы занимаемся прямо вот и следим за цифровой трансформацией отрасли экологии и продопользования. Презентация моя была построена на том, чтобы вначале вообще объяснить, почему Мегафон этим занимается. И первые примеры, да, мы какие-то привели. Ну, собственно, это все началось еще с 2018 года, и мы начали развивать дополнительные услуги, отходящие от стандартного телекома. И вот конкретно до того, как я стала руководителем направлении всего IoT, да, IoT – это интернет вещей, это как раз та технология, которая применяется в том числе и в экологическом мониторинге очень широко сейчас. Как раз мы работаем с промышленными предприятиями, и мы работаем и с органами госвласти. Мы, конечно, в меньшей степени, наше решение предназначено для большого потребителя, но вообще на самом деле это косвенно. Мы создали свою цифровую платформу экологического мониторинга, она называется Мегафон Экология. Это наша запатентованная разработка. Поддержу абсолютно, что ничего быстро разработать нельзя, тем более хорошее. Мы с 2018 года эту разработку начали, и в 2021 году мы запатентовались. И сейчас уже наша экология внедрена и в России, и за рубежом. И это очень приятно, что действительно решение оказалось таким востребованным. Что же говорить о цифре? Вообще платформа у нас базируется на сквозных цифровых технологиях, и помимо запроса, собственно, государства, а у нас вот эту всю стратегию цифровой трансформации инициировало государство. И так оказалось, что отрасль экологии продопользования одна из первых уже переходит в цифру. То есть на данный момент уже написано 12 стратегий для 12 отраслей. Но в области именно охраны окружающей среды подготовлена полностью вся нормативно-правовая обвязка, поэтому внедрение технологий именно в этом направлении уже регламентировано государством, и у нас тут такой есть драйвер. Но и в конце тоже у меня есть слайдики, которые показывают, что и общество тоже, как бы так сказать, настаивает на внедрении технологий современных и передовых крупными промышленными предприятиями. Потому что, может быть, вы знаете такую аналитику, но по некоторым оценкам нашего Минприроды и Министерства природных ресурсов, 60% всех загрязнений, которые выбрасываются в атмосферный воздух, водные объекты, привносят всего лишь 300 объектов негативного воздействия. Надо понимать, что на данный момент в реестре объектов негативного воздействия их почти полмиллиона. И всего 300. То есть разница такая серьезная. Следующие слайды – это были наши красивые картинки. Я их в меньшей степени упомяну. Это наши реализованные проекты. Информацию о них можно найти в интернете. И как раз крупные промышленные предприятия сами сознательно приходят к нам за компетенциями, за помощью в реализации проектов по мониторингу качества воздуха, например. Естественно, мониторинг качества воздуха на пике актуальности, популярности. Но вот ТГК-11 – это крупнейшая генерирующая компания в Омске. Омск – город, участник национального проекта экологии. И федерального проекта «Чистый воздух» внутри него. Собственно, коллеги отчитываются высшему руководству о том, что они используют онлайн-мониторинг. А технология именно интернета вещей позволяет в онлайн-режиме передавать данные в общественные порталы, в надзорные органы. Ну, то есть всем заинтересованным сторонам. Проект тоже в городе Череповце мы сейчас запускаем по мониторингу воздуха для крупного металлургического предприятия. Буквально сейчас вот уже завершили сдачу этого проекта. В Узбекистане мы запустили мониторинг качества воздуха. Оказалось, что Узбекистан чуть позже принимает нормативно-правовую базу, чем Россия. И там промышленные предприятия тоже обязаны передавать данные о выбросах в надзорные органы. И мы первыми такой проект вот в Узбекистане реализовали. Тоже вся информация есть в открытых источниках. Что же касается еще крупных предприятий, то с 2019 года вступило такое требование как раз в рамках цифровизации масштабной. Крупные предприятия должны передавать в Роспроднадзор, это наш главный надзорный орган, данные о своих выбросах в атмосферный воздух и сбросах. И данные передаются не раз в год или один раз в квартал, они передаются каждые 20 минут в части выбросов. То есть мы понимаем, что никакие промышленные предприятия на данный момент, которые не внедряли такие системы, они не понимают, что они каждые 20 минут выбрасывают в атмосферный воздух. То есть производственный контроль проводится с периодичностью, которая позволяет привлечь лабораторию. Сейчас мы наблюдаем глобальную реформу, и она идет уже последние несколько лет. И дополнительно государство внедрило и меры экономического стимулирования, как и положительного характера, так и отрицательного подкрепления в виде штрафных санкций. Проект был для нас интересный, проект был сложный. Этапность, вы видите, финал – это, безусловно, передача данных в Роспроднадзор в бесперебойном режиме и полностью позиционирование предприятия как экологически ответственного. Кстати, Акерман-Цемент еще дополнительно и мониторинг парникового газа. СО2 попросили нас сделать в этом проекте, хотя по закону это не обязательно для них. Но мы тоже, безусловно, сделали. С точки зрения мониторинга воды, тут тоже передавать данные надо в онлайне, но реже, каждые 2-3 часа. Водные среды очень сложные, там очень сложно что-то делать в онлайне. Но, тем не менее, такие проекты мы тоже реализовывали. Ну и вот один из последних проектов – это мониторинг реки Волга для Минприроды Нижегородской области. Но, собственно, минутка такая наша. Мы стали лучшим ЕГИ-проектом в России в прошлом году. Это очень приятно, такая экспертная оценка. Но, тем не менее, хотелось бы перейти уже непосредственно к технологиям. Как говорили, вообще трансформация была затеяна еще раньше, чем в 2021 год. Но, тем не менее, она была, она направлена на то, чтобы наша отрасль достигла цифровой зрелости. И как раз те технологии, которые уже сейчас в отрасли применяются, они поименованы в этой стратегии. Технологии интернета вещей – это самое простое применение, да, как раз то, о чем мы с вами говорим. Это передача данных от постов мониторинга в платформу и в какие-то порталы. Это передача информации систем контроля. Это везде, где вот есть такая возможность без использования, опять же, лаборатории человека шлять экологический мониторинг. Дистанционное зондирование Земли вот с коллегами буквально в преддверии сессии обсуждали. Огромный пул данных можно извлечь из спутниковых снимков. Это и состояние растительности, это вот и подвижки зданий, это и мониторинг лесов, и водных объектов, и даже концентрации загрязняющих веществ определяют. Ну, то есть огромный пул вообще данных и лесные пожары – это все у нас ДЗЗ. Искусственный интеллект применяется активно в моделировании, как распространяются загрязняющие вещества. Ну, я думаю, коллеги из Колтеха тут, безусловно, одни из передовиков. Беспилотники. Интереснейший у нас сейчас запрос от одного из министерств Крайнего Севера на мониторинг объектов животного мира. Это овцебык, который топчет мох не там, где ему положено топтать или что-то там такое делает, я до конца не поняла. Но раньше они делали это при помощи вертолетов, сейчас вертолеты использовать им запрещено. И у нас поступил запрос на мониторинг овцебыков с использованием ВПЛА с тепловизорами. Задача очень сложная, мы пока к ней подходим с разных сторон, но запрос и госорганов, и общества на это, конечно, колоссальный. Ну, технология цифровых двойников тут тоже понятна, да, как все это встраивается. Ну, и, безусловно, все данные, которые мы получаем, это большие данные, потому что, например, вот одна система автоматического контроля, как в Акермане, да, стоит, она передает каждую секунду данные по 70 параметров. То есть вы представляете, какой объем данных накапливается за час, за сутки, годовые данные. То есть это огромный массив данных, на основании которых можно принимать управленческие, стратегические решения, ну, и дальше что-то для себя планировать. В развитии стратегии, вообще отрасли, свою стратегию затеял и Роспроднадзор, тот самый наш главный надзорный орган, который контролирует все промышленные предприятия в России. Есть приказ Роспроднадзора, которым утверждена их стратегия цифровой трансформации, и там уже сейчас содержатся такие позиции, которые, например, предусматривают необходимость мониторинга места размещения отходов, то есть полигонов каких-то, с использованием технологий искусственного интеллекта. Выявление нарушений в этой сфере тоже с использованием искусственного интеллекта. Та же технология интернета вещей, да, это мониторинг, и экологический мониторинг, и производственный контроль, и уже на основании этих данных автоматическое проведение надзорных мероприятий, то есть инициация проверок или выставление штрафов. То есть это важно, это уже не просто слова, это та реальность, в которой технологии в данной сфере, да, экологического мониторинга и производственного контроля уже внедрены, и они прям более, ну, набирают обороты этот ход. Про штрафы, да, как раз так говорила. Может быть, они не такие уж и большие, но тем не менее, абсолютно не каждое нововведение в законодательстве, в любом, тем более правоохранном, подкреплено профильной статьей в кодексе об административных правонарушениях. Вот система автоматического контроля, да, вот это как раз необходимость для промпредприятий, это такое требование, по которому есть профильная статья. Безусловно, практики применения пока еще нет, потому что предприятиям давались временные люфты на реализацию этого требования, это было связано и с санкционными ограничениями, да, и с какими-то другими, но тем не менее, сейчас огромное количество предприятий должны внедрить такие системы, уже к концу следующего года они ограничены. И надо понимать, что на трубу ставится не какой-то маленький прибор, это сложная система, многокомпонентная, там порядка, ну, больше 100 элементов, она висит несколько тонн, ну, то есть это сложное проектирование и производство, которое занимает периметр где-то год, ну, то есть к этому нужно серьезно подойти. Ну, и вот как раз здесь приведена такая схема, да, уже дальше в развитии был принят федеральный закон, и как раз по закону, вот этот закон 219, он внес поправки в самый главный закон об охране окружающей среды, и вот как раз предусматривает необходимость передачи данных в Роспроднадзор. Почему мы тут оказались, да, потому что промышленные предприятия ставили такие системы, но, безусловно, они их ставили для себя, для контроля своих производственных процессов, и никогда производители оборудования не планировали передавать что-то там, куда-то еще наружу. И мы взяли на себя вот эту информационную, интеграционную составляющую для того, чтобы интегрировать эти данные с одной стороны системами предприятий, ведь они же не только Роспроднадзору нужны, их можно и внутри предприятия использовать много где, и вот один, кстати, из примеров, у нас даже запросили интеграцию с 1С мы проводили, то есть в 1С, казалось бы, там отчетность природоохранная делается, но вот с систем, там данные просто хранятся им для цели, то есть это все тоже возможно. И поэтому мы вступили в такую коллаборацию с производителями оборудования, с производителями систем мониторинга, и вместе такие проекты реализуем. Так получилось, что мы стояли в самом начале до этого пути, и такой интересный опыт. И вот поскольку мы всесторонне рассматриваем всегда вопрос, мы состоим в различных рабочих группах профильных, по регуляторной гильотине, мы, безусловно, с общественным мнением тоже сталкиваемся, изучаем его, и регулярно обращаемся к сайту в ЦО, ссылочки тоже приведены ниже, на что направлен вообще общественный запрос. И общественный запрос направлен как раз, во-первых, на усиление контроля. Мнение общественности, кстати, после реализации нацпроекта изменилось. То есть опросы показывают, что улучшилось в целом отношение граждан и к политике государства, и к тому, что у нас происходит, и к экологической обстановке в целом. Но, тем не менее, те же граждане, те же мы с вами, они как раз в одним из первых пунктов ставят совершенственные технологии производства, внедрение инноваций, постоянный мониторинг экологической обстановки в регионе работы предприятия. То есть мы видим, что технологии в области именно вот этой, они сейчас очень востребованы, они используются уже практически повсеместно, и, конечно, мы видим перспективы достаточно широкие. Буквально на прошлой неделе было принято положение о Федеральной государственной информационной системе экомониторинг, может быть, вы слышали. Это будет как единый портал, единое окно, в котором будут все-все виды мониторинга сведены в одно информационное пространство и включают тоже доступ и население граждан к какой-то части. То есть там будет и мониторинг и воздуха, и воды, и объектов животного мира, и мерзлоты, и шельфа. Ну, то есть все виды мониторинга, которые есть, они должны быть собраны там. И, безусловно, аппарат общественной приемной, когда мы можем написать туда запрос и получить достоверные данные, что очень, кстати, важно, он сейчас очень так поступательно развивается. И в завершении своего выступления я хотела бы тоже такой поднять вопрос о том, что вот при помощи технологии собирается огромное количество данных, но при этом у нас нет сейчас стандартизации в этой сфере. И это очень важно. Я знаю, что Минприрода выступала с такой инициативой, и что стандарты будут создаваться. То есть это важно, чтобы использовалось правильное оборудование, чтобы оно размещалось в правильных местах, чтобы мы исключали манипуляцию недостоверными заказанными где-то или сделанными самостоятельно приборами, чтобы эти данные могли переиспользоваться, чтобы не делались дублирующие системы, чтобы максимально данные были доступны тому, кто действительно может с ними распорядиться, чтобы населению они были доступны в том виде, в котором население может их понять в этом интерфейсе, но и, безусловно, чтобы эти данные можно было прозрачно истолковать. Коллеги, на этом почти что все. Про стандартизацию я вам уже рассказала. Поэтому большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, я готова ответить. Спасибо. Спасибо огромное. Действительно очень интересное и такое широкое, я бы сказала, платформенное решение для бизнеса. Если можно, первый вопрос в развитии – это что, на ваш взгляд, сейчас является драйвером для внедрения таких решений? Бизнес-кейс? То есть, грубо говоря, оборудованные штрафы достаточно высоки. Или, условно, окупаемость низкая, поэтому есть какие-то другие драйверы, заставляющие компании использовать такие системы? Да, драйверы действительно есть. Безусловно, самый главный драйвер – это обязанность законодательства. К сожалению, у нас так происходит часто. И, собственно, предприятия особенно делают то, что предписано законом. Но не всегда. Например, проекты по мониторингу воздуха предприятия делать не обязаны. И они как раз это делают в рамках своего позиционирования. То есть, сейчас это важно, это повестка экологическая, это позиционирование себя как предприятия, которому нечего скрывать, как прозрачного и экологически ответственного. То есть, такой драйвер тоже есть. Следующий драйвер – это, безусловно, общественное мнение. Потому что, к сожалению, социально-экологические конфликты существуют, они никуда не делись. И если раньше у нас, может быть, население было менее спокойное, сейчас все это очень быстро разлетается по сетям. И поэтому и предприятиям, и органам госвласти им важно узнать о каких-то изменениях, например, в окружающей среде, от СМС, которая пришла на телефон, а не из средств массовой информации. То есть, вот это тоже. Ну и, кстати, безусловно, наука. Сейчас преподаю в университете. Преподаю как раз экологический мониторинг и вижу, что молодежи очень интересна эта тема. Они тоже внедряют какие-то свои решения и тоже подогревают вот еще с этой стороны интерес к сфере. Второй вопрос. Понимаю, что в интересах времени, наверное, нужно себя ограничить. Но, тем не менее, безусловно, мониторинг – первый и необходимый шаг для изменения или улучшения экологической ситуации. Но есть ли уже сейчас запрос на какие-то рекомендательные системы или какие-то решения, как можно сократить этот самый экологический вред? И можете ли вы, может быть, поделиться своими наработками в этой сфере? Безусловно, это тоже востребовано прогнозирование и система принятия решений. То, что сейчас всеми востребовано промышленными предприятиями, и то, какая методика еще не разработана – это обнаружение источника выбросов. То есть, это такая модель, которая позволит, собственно, доказать, что сделал это не я, а вот сосед. Но это первое. Ну и прогнозирование. Естественно, все предприятия сейчас хотят моделировать в зависимости от направления ветра, скорости, рельефа. Но тоже вы с этим сталкиваетесь. О том, как они будут влиять на ближайшую застройку. И, собственно, что им сделать, чтобы влиять в меньшей степени. Ну и, безусловно, у нас сейчас очень используется механизм прогнозирования в рамках аппаратно-программного комплекса «Безопасный город». Ведь там модели уже давно устоявшиеся, прогнозирование, паводковые обстановки, какие-то риски. В МЧС это есть давно, но оно не такое, скажем, динамичное, как позволяют сделать это существующие цифровые технологии. Но запрос, безусловно, есть. Спасибо большое. Спасибо, коллега. Да, если позвольте, я хотела бы передать слово Михаилу. Все дороги в области климатической отчетности и климатических стратегий, как мне кажется, ведут к Михаилу, как одному из ведущих экспертов этого рынка. Работает, нет. Вот для меня, на самом деле, было новостью ваше активное участие в рынке цифровых решений. Поэтому расскажите нам, пожалуйста, откуда вообще это пришло и в чем, собственно, оно состоит. Добрый день. Ну, на самом деле, все очень просто. Во-первых, с прошлого года, начиная, российские компании обязаны отчитываться в образах парниковых газов в рамках обязательной государственной отчетности. Пока это касается относительно небольшого количества предприятий, там, с выборцами 150 тысяч тонн в год, но с 26-го года это будут предприятия с выборцами 50 тысяч тонн в год, и их просто будет очень много. Но это, как бы, не единственная история про выборцы парниковых газов. Есть еще масса других. Например, есть еще и добровольная отчетность в рамках, например, такой деятельности, как отчетность по устойчивому развитию или просто по устойчивости. И там гораздо более сложная система отчетности, чем та, которая предписана государством. Третья форма отчетности – это при поставках, например, товаров, ну, пока это только в Европу, в рамках так называемой системы СИБАМ. Это вот углеродное регулирование импорта. Там тоже от компании-экспортера, от компании-поставщика требуется предоставление всевозможных разнообразных сведений о выбросах парниковых газов. Четвертая история – это когда компания участвует в цепочках поставок на выходе, где идет углеродная маркировка. Ну, например, в нашей практике самый большой запрос, такой очень настойчивый, был от производителей шины покрышек, ну, типа Bridgestone, там, Continental. Он стал поставщикам искусственного каучука, естественно. И компания-экспортера нефтехим долго-долго-долго запрягала, потом, наконец, сделала. А на самом деле это крайне сложная история, потому что если у вас там 10 заводов на одной площадке, то почитать конкретно выбросы, связанные именно с каучуком, не так просто. И это, по большому счету, уже сложные технологии, высшая математика и так далее, и так далее. И вот так, что еще важно. На самом деле, эта деятельность, которая вот с парниковыми газами связана, это, скажем так, это такая очень специфическая экология. Потому что это экология, которая, вообще говоря, захватывает всю цепочку поставок. Особенно, если вы меряете углеродный продукт, так это прямо от начала, как говорится, технологического цикла и до переработки и захоронения. Экологи, как правило, такой информацией не владеют. Они в лучшем случае знают о тех источниках, которые находятся на их промплощадке, но не вокруг. А это информация, которая требуется вокруг. Иногда эта информация очень специфическая. Например, баланс углерод-содержащих материалов на входе и на выходе, это тоже не про экологов, это про технологов. Расход топлива, расход потребленной внешней тепловой электрической энергии, горячей воды или, не знаю, там, систем кондиционирования, это тоже не про экологию. И получается, в итоге, что источники-то очень разнообразные, сведения о них находятся в разных руках, и никакой координации между ними на самом деле нет. И кажется, что удачным решением как раз было бы создание распределенных систем сбора данных и создание такой единой, ну, я бы не назвал это, конечно, еще искусственным интеллектом, но некоторого блока, который умеет эти данные обрабатывать. И главное, что этот блок должен уметь, он должен четко задавать правильные вопросы. Поэтому возникла вот идея, она давно на самом деле возникла, просто в последнее время она стала совсем уже актуальной. А это вот наши, условно говоря, первые пробы пера. 20 лет назад мы делали систему углеродного учета для Архангельского ЦБК, 20 лет назад, да, это был 2004 год, точно совершенно. Где-то 5-6 лет назад мы делали уже более развернутую систему для Леруа Мерлен, более развернутую, потому что Архангельская ЦБК – это одна площадка, Леруа Мерлен – это 101 площадка. И три разных вида бизнеса, то есть это склад, это офис и это магазин. И это очень разные источники информации. И еще транспорт между ними. Ну, и в последнее время возникла идея, что, вообще-то говоря, есть еще более сложные системы, многоуровневые, типа, например, таких вертикально интегрированных компаний, как Лукоил, как Роснефть, как Газпромнефть и так далее, которым нужны еще более сложные системы, где не только, как сказать, географически, но еще и по уровню принятия решений распределенные получаются системы. И тогда вот возникла идея сделать эту такой метапрограмму, что ли, да, которая генерирует программы расчета, программы учета выбросов. Называется она «Карбонопорниковый газ». Мы ее в итоге, там, два года тому назад сделали, зарегистрировали. Это такой, если угодно, это такой углеродный а-ля лего конструктор, да, который позволяет сгенерировать по одинаковым правилам систему учета любой сложности для любого уровня компаний. Вот. А в последнее время у нас появилась почти такая шальная идея. Вот мы сейчас активно ищем партнера, с кем бы можно было это сделать. Не сложную систему сделать для вот а-ля лукойл многоворных компаний, а наоборот максимально простую интернет-версию, куда можно зайти, зарегистрироваться, сказать кто-то и быстро почитать свои выбросы. Но это все равно будет не углеродный калькулятор, которых много. Это будет все-таки именно система учета, которая позволяет и помнить данные, и хранить данные, и анализировать данные. Ну вот, когда-то за эту разработку мы там с гордостью, могу сообщить, получили даже награду от правительства Москвы, уступив, так сказать, первую статоку компании «Сибур», для которого, кстати говоря, мы это и делали, что самое смешное. Вот. Ну и буквально там даже не знаю, как это объяснить. Это обычная база данных, которая снабжена еще и удобным интерфейсом и системами анализа данных, которые в этой базе генерируются. Вот. Мне кажется, что вот от... Следующий этап такого углеродного консалтинга – это вот разделение консалтинга на технологические, когда вы просто предоставляете средства для углеродного учета и отчетности, и когда вы дальше помогаете компаниям ответить на вопрос «И что теперь со всем этим делать?». И мне думается, что вот технологическая часть, техническая будет развиваться именно в сторону программных IT-решений или там IT-сервисов онлайновских, а, собственно, консалтинг будет двигаться в направлении разработки климатических стратегий, стратегий низкоуглеродного развития, всевозможных решений, декарбонизации, да, и продвижения низкоуглеродных товаров на вот эти вот экологически чувствительные зеленые рынки. Ну вот, собственно говоря, так это развивалось, и вот так мы к этому пришли в силу просто некоторой логики эволюции, что ли, этой деятельности. Спасибо. Михаил, если можно вопрос, с учетом того, что сейчас взаимодействие с Евросоюзом, в том числе для наших крупных экспортеров, стало менее актуальным, и потоки переориентируются на восток, как меняется запрос на измерение углеродного следа на вот такие системы? Ну, во-первых, это не вполне правда. Компании продолжают на самом деле экспортировать, тоже НЛМК продолжает экспортировать свои там продукцию стальную, стальную прокат в Европу, в том числе у него есть премиальные виды проката, да, и я помню эту забавную историю с НЛМК, который там, сколько там уже, на три года, наверное, больше, когда мы первый раз посчитали углеродный след этого премиального продукта, и настолько это не соответствовало ожиданиям заказчика, мягко говоря, что он задержал приемку этой работы на три месяца, то есть он заставил нас трижды перепроверять, да, типа, а что правда, а что правда, это вот все стадии, как сказать, вот это вот психологические, да, как бы признание принятия неизбежного, они прошли, а мы помогали им преодолеть вот эту историю. На самом деле это кажется смешно, но на самом деле нет, то есть металлурги точно знают, что вот в среднем две тонны ЦО2 на тонну стали, да, а здесь было в разы больше, и они никак не могли понять, что происходит и почему. Ну, в итоге приняли, согласились, и теперь у них целая большая программа вот управления углеродным следом продукцией для того, чтобы как бы понизить этот углеродный след и представить в более выгодном свете. Но тот же НЛМК на самом деле был первым, кто предоставил данные о выбросах, удельных выбросах парниковых газов своим покупателям в Европе в рамках вот этой самой системы СИБАМ. А вообще, надо сказать, что тут есть некоторая тревожная нотка. Ну ладно, понятно, что эта система только-только начинает внедряться, и первый блин, естественно, комом, и там несколько тысяч предприятий европейских должны были представить сведения о закупках, да, в итоге это вовремя смогли сделать в лучшем случае процентов 10-15, но не это меня на самом деле, так сказать, показалось мне тревожным. Когда уже наконец этот факт случился, не в январе, правда, а в феврале, то дальше прошла информация о том, что вот информация была предоставлена в основном о продукции, поставленной из Китая. И мне показалось это кислым таким, потому что что же, а что же мы, а почему не из России, и выяснилось, что на самом деле подавляющие бюджет компании из России вообще не умеют это делать. Почему? А потому что масштаб совсем другой. СИБАМ распространяется на любые поставки сверх 150 евро. Не тысяч евро, а просто евро. То есть это 3 килограмма ты поставил, но ты уже должен рассказать про свой углеродный след, и подавляющие бюджет компании не знают, как с этим бороться, что с этим делать. И тоже мне кажется, что хорошее решение было бы как раз основанное на моделировании, на создании автоматизированных систем, которые позволяют компаниям заводить данные на том языке, на котором не привыкли разговаривать, а программа бы дальше делала расчеты, выдавала информацию в той форме, которая нужна иностранному покупателю. Что касается поворота на восток, знаете, мне даже иногда кажется, что Китай в этом смысле еще более придирчив. То есть там уже есть система регулирования выбросов, правда, в основном это в большой угольной энергетике, но там же одновременно есть 8 региональных систем, где еще и промышленность, и авиаперелеты, и ЖКХ, и что там только нету, грубо говоря. И вот у меня буквально вчера была беседа с российским поставщиком рапсового масла. А можем мы посчитать углеродность рапсового масла для поставок в Китай? А как сделать его низкоуглеродным? То есть это тоже наводит на размышление, что вот этот вот поворот на восток вовсе не означает поворот в сторону от климатической повестки, а скорее наоборот. И там народ даже более нетерпим, скажем так, чем европейский. И на самом деле это тоже было видно. Ну вот мы много лет помогали российским компаниям готовить отчетность для вот этой вот международной системы CDP, Carbon Disclosure Project. Но в лучшие годы там было около 30 российских компаний. Вы знаете, сколько китайских компаний в CDP? Несколько тысяч. Ну вот вам и как бы ответ на вопрос. Спасибо большое, Михаил. Ну и в заключение хотела передать слово своему коллеге, Александру Теман, от которого работаете, звучит особенно актуально в свете тех новостей, которые мы слышим о Орске. Собственно, расскажите, пожалуйста, об использовании искусственного интеллекта в прогнозировании экстремальных погодных явлений и как, почему вам кажется это перспективное направление и какие точки роста вы видите в этой тематике. Добрый день. Да, собственно, тут меня зовут Александр. Тут неправильная табличка немножко. Давайте немножко начну с небольшой предыстории вообще, то есть с чего все дело началось. Пару, несколько лет назад пришла задача такая, что вот кажется, что можно посмотреть, как там изменения климата влияют на частотность природных катастроф. Ну и я здесь все-таки отступлю, немножко расскажу, кто мы такие, надо, чтобы у вас было понимание. Мы там ни в коем случае не климатологи. Да, вот мы сейчас трудимся всем нашим доблестным коллективом в центре Сколтеха по энергопереходу ЕЖИ. Вот, ребята у нас там от финансистов и там заканчивая программистами, то есть и математики у нас крепкие все, и блок дата сайенс, и хорошие программисты для того, чтобы все это куда-то в промышленный код вывести. И как бы климат для нас был не более чем как очередной динамической системой, то есть плюс-минус нам что-то считать. Кажется, что не так суть важно, если есть какие-то данные. Но вот, к сожалению, все-таки не все бывает просто и хорошо. Поэтому задача приобрела некоторые глобальные русла. И мы привлекли там большое количество экспертов для того, чтобы ее решать, потому что там нашими силами это оказалось просто невозможно. Ну вот с чего все это началось. Началось с того, что это была конкретная задача, конкретный проект от индустриального заказчика. И кажется, что там изменение климата, да, все о нем говорят, но есть что-то там происходит, что-то там меняется, как бы хорошо. Ну а что из этого, сколько это стоит? Ну вот и пошли такие наши первые примерчики, что реальный ущерб довольно часто, в большинстве случаев, да, в анализе вот этих вот редких событий, гораздо выше, нежели на то рассчитывается. То есть, например, какая-то страховая компания, банк закладывает какие-то деньги на этот повод и частенько потери превышают. Либо, да, может быть, абсолютно наоборот, там другая ситуация, что, наоборот, там сумма резервов заложена больше, деньги просто так лежат. Поэтому, ну вот, как бы задача, кажется, актуальной на сегодняшний день, там на тот момент была актуальна, казалось. Тогда как раз-таки пошел разговор вот о том, что хорошо было бы мониторить вот парниковый газ, вот это вот было там Парижское соглашение на углеродном налоге, и мы даже вот одно время решали тоже задачу там с помощью мониторинга этих парниковых выбросов, но вот что-то все уехало вот в это вот русло. И когда вот мы подходили к моделированию, исследование такое первое проводили, мы начали с того, что надо посмотреть вообще, что можно моделировать, а что нельзя. Ну вот, например, да, видите, зелененьким – это что можно, а вот таким серым – это то, что либо невозможно, либо данных нормальных нет. Ну, например, землетрясение. То есть можно сделать, но вот климат на это дело непонятно как влияет. То есть может быть как-то, но вот мы этого не знаем. Или вообще не влияет, то есть как бы было непонятно. И мы вот взяли за то, что реально можно сделать, то, на чем будет. И надо понимать, да, что все-таки это модели. Это никакое там неточное предсказание, что вот вам там на руке нагадали, и оно обязательно сбудется. Такого не будет. Вот модель, да, у нее есть там определенные метрики, которые оценивают ее качество с разных сторон. Ну вот мы остановились на таких четырех основных событий, и отдельно еще, которое стоит выделить в отдельную историю, это деградация многолетней мерзлоты. Да, почему выделяем? Оно все-таки немножко явление со своей природы. Природа у нее другая, вот, нежели у тех, что мы моделируем до этого. То есть это такой процесс, а не редкое событие скорее. Вот, поэтому, как бы, подход к нему абсолютно иной, но в результате все равно получилось так, что смотрели все, оно одно явление, одна модель. Ну вот, ну и, естественно, как бы, надо определять то, куда это повлияет. Например, тоже по сельскому хозяйству задачку, так для общего развития, скажу, решали изменение условий землепользования, тоже с учетом изменения климата. То есть, условно, где там через 5-10 лет будет пашня, а где ее не будет. Да, с учетом того, с типами растительности, ну, с большим количеством факторов. Вот. То есть, логика модели примерно вот так выглядит общая архитектура. То есть, достаточно большое количество данных, достаточно сложный при процессинг-обработка и различные модели. Надо выделить отдельную историю, что, значит, по поводу самих моделей. Смотрите, это вот с изменением климата. Это все равно история показывает, как я сказал вначале, вот климат поменяется, поменяется частотность экстремальных событий. Их станет там больше, меньше. Вот. В любом случае, она как-то изменится. И, чтобы понимать климат, есть вот сценарий вот этих выбросов парниковых газов, которые мы используем в качестве входных данных. Такие глобальные климатические модели, которые делают большие институты-климатологи, которые занимаются всем этим делом. И, соответственно, мы используем их как один из входных данных. Вот. И тут надо понимать, что эта история все-таки меняется каким-то образом. Сейчас, может быть, уже пора новые делать. Вот. Но здесь, к чему я все это говорю, чтобы понять, что это не погода. Это не задача прогноза погоды на пять дней вперед. Это вот срок моделирования наших моделей позволяет моделировать аж до 2100 года. Очевидно, что качество там впереди никакое еще будет. Да, давайте реально смотреть на вещи. Но там в рамках года, с учетом тем, что мы калибруемся на реальных данных на метеостанциях, в принципе, метрики достаточно неплохие. Вот. И модель, на самом деле, мы все считаем на год вперед в разрезе месяца, а потом переобучаем. Ну, так вот максимальное качество пока, за исключением многолетней мерзлоты. Это вот отдельная история на много лет вперед. Не будет остановиться на входных данных. Это очень долго. Мы здесь, значит, зависнем. Ну, вот, собственно, о том, как мы подходим к модели, всегда описывается какая-то физическая часть модели. Нам с ней помогают часто, по большей степени помогают эксперты, которые понимают физики процесса. Дальше мы уже накатываем какие-то современные методы. И чтобы просто собрать все эти данные в кучу, быстрее их обработать, быстрее посчитать. Вот. То есть у нас сотрудничество достаточно большое было. Вот мы с Институтом географии Иран сотрудничали. Там вот с Анисимов Александровичем нам помогал. Это вот Нобелевский лауреат в области многолетней мерзлоты. Значит, Александр Чернокульский. То есть много коллег нам помогали в построении именно процесса. Ну, вот что можно посмотреть. Можно посмотреть ту карту рисков. Вот если правый нижний угол, это, собственно, чем ярче цвет, тем выше вероятность сильного ветра. Если представить, это вот ниже 65-й широты, вот где-то в правом углу, это Японское море. И если на январе 24-го, ну, это старый расчет, естественно, мы его считали там где-то в середине 23-го года. Вот. И можно посмотреть, что в январе 24-го года был в Японском море достаточно сильный шторм. Вот. Отдельная история моделирования наводнений. Также в разрезе месяца, можно там до 5 лет вперед будет более-менее. Тут совсем беда с данными. Единственное, что вот мы коснулись, того, что очень-очень всего мало приходится делать интерполяции, которые сильно-сильно занижают качество. И там вот сегодня тоже с коллегами обсуждали, там 100 километров между гидропостами на реке, это очень много. Вот. Поэтому, ну, какой-то набор метрик. И что здесь вот спасает, что модель рельефа. То есть, если мы все те события, которые моделировали, вот сильный ветер взять, еще что-то, это масштаб там 27 на 27 километров. В целом для там тех отраслей, которые используют наше решение внутри, этого достаточно. Тут нет, пришлось брать высококачественную модель рельефа, 90 метров масштаб, это вычислительные ресурсы, опять же, та самая проблема. Первые варианты модели считались у нас 21 день и больше в зависимости от того периода, на который мы моделируем. Сейчас мы сократили, конечно, до трех дней, но все равно все это очень-очень долго и очень вычислительно сложная история. И, ну, вот нюансы модели рельефа. Да, вот мы сейчас моделировали ради, так скажем, валидации оценки качества текущей ситуации с паводками в Орске. Вот эту беду пришлось поменять модель, потому что мы ориентировались на климат, здесь мы все-таки откалибровались на погоду, чтобы на короткий срок вперед. Конечно, вот то, что мы не видим дамбу на рельефе, плохо. Дамбы на качественной модели, у нас в нашей модели рельефа ее нет, мы ее не можем использовать, модель начинает выдать ошибку. Но в целом все равно основную зону затопления она показывает, просто она отображает дальнейшее распространение воды несколько в другую сторону. Это к тому, что все-таки без человека пока не удается работать. Каким-то образом пытались моделировать град, давайте не будем тормозить на всех событиях, иначе долго. Многолетняя мерзлота отдельно, явление много лет вперед. Что моделируем? Мы моделируем грубину протаивания грунта. Ну и дальше хорошо. Промоделировали сильный ветер, что с того? Ну будет он, рады за вас. Что с этим делать-то? Надо посчитать убытки. Чтобы посчитать убытки, надо понимать, сколько чего где-то стоит. Каким-то образом собрали карту активов, вот что-то получилось такое, там тоже, конечно, с ошибками по юрадресу, не забываем про военные объекты, которые тоже нельзя никаким образом отображать. Что-то вот создали функцию убытков, понимаем примерно, что и как сколько стоит. в преддверии вопроса, ну и что дальше, а дальше следующая история. Если сильный ветер, новороссийский, например, торговый порт, нет у меня примера с ним, по-моему, нет. Вот. Новороссийский торговый порт, значит, ветер подул там 21 полметр в секунду, сейчас напомню, не помню, краны встали, порт не работает, пошли потери. Потери для бизнеса достаточно большие, зарплату платим, аренду платим, все, танки стоят и так далее. Вот. Для этого, собственно, разработали, разработали такие кастомные функции ущерба, насколько это было возможно, значит, функции затопления для разных типов зданий, в том числе, то есть своя функция убытков для каждого экстремального события, чтобы посчитать примерно тот ущерб, который может принести какое-то экстремальное событие. Ну, конечно, оно все достаточно аппроксимируется, поэтому мы называем ее универсальной. Скоро выйдет статья, пока сейчас, собственно, еще дописываем, еще тестируем, проводим эксперименты. Вот. Дальше, следующая история о том, как добавить ее в функцию убытков и мертвлоту. Здесь мы считаем через фундаменты, коэффициент износа сваи. Да, я понимаю, что можно сказать, что, ребята, если мы сейчас в Мерзлоту приедем, не знаю, там, в Якутск, да там уж половина зданий не из всех фундаментов построено, что там на бумажках указано, я согласен. Но, ребята, эта модель, это так, как работает, так, как оно как бы должно быть. Как уже там в реальность построено здание, да еще там стоит сарай на заднем дворике, что там реально не забиты сваи, ну, это может быть. Вот, мы здесь не говорим, что мы здесь что-то там заменяем кого-то, там, вот вы увидите, что здесь завтра точно у вас может быть там наводнение. Здесь скорее мы подсвечиваем ту красную зону для того, чтобы там бизнес был к этому готов или население, люди могли принимать какие-то уже управленческие решения на этом, на фоне того, что им подсказали модельки. Ну, вот, собственно, касаемо потери затопило магазин, например, да, страховая поплачивает компании полтора миллиона, да, открытного магазина в районе там 20 миллионов, 18 миллионов. Ну, то есть вот как бы о том, что какие реальные потери могут быть и о том, что страховая, зная вот эту историю, например, использует свою модельку, могли бы уже по-другому рассчитать страховую премию. Например, давайте я буду ускоряться, иначе мы тут надолго. Что еще можно посчитать? Я думаю, что на самом деле тем, по которым мы можем смоделировать такие риски очень-очень много. Наверное, вопрос, которым я предложила бы акцентировать в этой аудитории, вот, учитывая, что данные расчеты были сделаны для вполне себе крупного коммерческого банка, какова примерная окупаемость вложений на обучение нейросеток? То есть, как быстро банк смог покрыть расходы на вашу команду условно? Так, значит, этот проект меньше месяца. Меньше месяца была окупаемость, то есть, стоимость проекта с тем, что они выиграли. Это доказанная прибыль, я не буду сейчас, не могу сумму раскрывать, но вот это абсолютно можно в новостях поискать. Я просто не согласовывал с заказчиком. Я думаю, действительно, можно без конкретных цифр, но действительно, в данном случае, когда мы говорим об одном из системообразующих банков страны, такая норма прибыльности, мне кажется, не очень много инвестиционных проектов, которые могут с этим конкурировать. Еще чуть-чуть дополню кратенько, что еще помоделировали из интересного. Средняя продолжительность жизни компаний, это малый и средний бизнес, разбивки по регионам, тоже вот с учетом, ну, конечно, доступных данных. Тоже такая интересная задачка получилась. Ну, интересно все, сейчас что мы делаем, сейчас вот смотрим, вот все те же частотные климатические события, экстремальные, но на короткий срок вот как бы правимся на погоду. Вот сейчас наводнение поправили уже модельку для, чтобы моделировать на срок до 14 дней. Сейчас вот хотим остальные модельки поправить. Если уж говорить о том количестве тех задач, которые мы еще там решали с применением методов и для источников, видите, ну, я здесь вам до вечера могу рассказывать, на самом деле, поэтому на этом буду заканчивать. Спасибо большое. Мне кажется, что сейчас был представлен такой очень широкий спектр, очень разных, но каждый по-своему уникальных и на самом деле высокоэффективных цифровых решений для устойчивого развития. Но было бы неправильно оставить эту сессию в таком, в атмосфере бочки меда. Давайте попробуем чуть-чуть поговорить о той ложке декции, которая есть в повестке цифровизации устойчивого развития. И, опять же, я, наверное, попросила бы всех участников высказаться в кратком формате, что вы видите как основные риски и барьеры применения искусственного интеллекта или других систем цифровизации. Вот, может быть, есть что-то уникальное для именно решений, связанных с устойчивым развитием, что менее актуально, возможно, для других цифровых решений? Да, наверное, нам кажется, что при использовании искусственного интеллекта и других данных необходимо выстраивать полноценную среду, экосистему, в которой есть и цифра, и экология, и место для человека, потому что мы понимаем, что в первую очередь мы будем предлагать это пользоваться конкретному потребителю, который будет оценивать наше решение и сразу учитывать все запросы, которые появляются на текущую дату и, несомненно, учитывать переработки, которые должны включаться в эту систему, потому что ничто не идеально в нашем мире. Мы видим, как динамично меняется среда, поэтому, разумеется, искусственный интеллект ставить во главу угла сейчас не приходится, несмотря на то, что у нас сейчас большой фокус на цифру и data science, но нам кажется, что полностью система должна быть простроена. Вопрос вы упомянули в предыдущей части своего выступления, внедрение кодекса использования и почему? И какова задача? Почему кодекс этики? Хороший вопрос. На самом деле поступило предложение, мы его внимательно изучали, ко всем документам мы относимся предельно и осторожно и внимательно для того, чтобы не взять обязательства, которые будут исполняться только ради того, чтобы они были где-то на виду и участвовали в пиаре. На самом деле нам кажется, что назрел ряд вопросов, на которые мы все равно смотрим как на зеркало заднего вида, невозможно смотреть на искусственный интеллект далеко впереди идущего взглядом, поэтому интересует нетворк, в котором ряд вопросов уже решены и нам интересно опыт коллег конечно изучать. Сегодня прозвучало много интересных вещей, которых я думаю мы будем использовать в том числе в своей жизни. Ну и в общем-то основы, которые заложены в кодексе, нам близки, импонируют. мы пользуемся искусственным интеллектом, безусловно, будем его расширять. Спасибо большое. Олеся, ваш ответ на этот вопрос. Ответ есть, он вообще очень даже понятный. Назвала бы три фактора, которые вообще сейчас являются такими, ну не блокирующими, но тормозящими внедрение технологий. Первый, это безусловно стоимость. У нас есть окупаемость, какие-то периоды окупаемости, где-то за месяц окупаются, сложные IoT-решения окупаются в среднем за год, там от 1,2 до 1,8, но в целом это дорого и далеко не всегда в бюджетах госорганов, предприятий и в целом заложено внедрение таких технологий. Действительно тяжеловесно. Второй большой серьезный вопрос это наличие квалифицированных кадров, потому что очень часто технология, она поддерживается государством, как искусственный интеллект, она потрясающе эффективная, но на местах она встречает вообще отрицание сотрудников, которые будут ее применять. Я думаю, что все с этим тоже так или иначе сталкивались. Но и третье, это тоже очень важно, как ни странно, это кибер-риски, потому что большое опасение вызывает, поскольку мы работаем в B2B-сегменте, с промышленностью, и с госорганами, и нередки случаи атаки на устройств, атаки на систем, и данные, которые зачастую являются ключевыми, значимыми, экологически значимыми, или в целом данными о структуре производства могут быть доступны, так сказать, недоброжелателям. То есть вот эти три фактора, мы сейчас видим явное их влияние, мы, естественно, стараемся работать и обходить их, это с оптимизацией с точки зрения стоимости внедрения, предоставления каких-то облегченных сервисных моделей, когда компания, по сути, по подписке, по сервисной модели получает доступ к технологии, и она находится на нашем балансе. Это действительно сильно проще и сильно дешевле. Мы, естественно, обучающие мероприятия проводим разнообразные, ну, по кибербезопасности у нас огромный пул продуктов для того, чтобы вот это все нивелировать, но вот фактически пока так. Действительно, данные о выбросах, по сути, являются достаточно интимными операционными показателями, которые потенциально могут много кого заинтересовать и зачастую с не очень добрыми намерениями. Особенно, когда потенциально они являются, ну, не потенциально, а фактически они являются основанием для применения штрафных санкций, потому что, помимо того, что за невнедрение систем есть ответственность, но ведь и за превышение нормативов тоже есть ответственность, и поскольку данные уходят напрямую надзорный орган, там есть нормативы предприятия, и все это автоматически сравнивается, и система Роспортнадзора уже доработана для этого, но это надзорный орган, а есть еще и полнедоброжелатели все-таки. Спасибо большое. Михаил? Ну, все-таки, мне кажется, что некоторым образом, ну, конкретно, если мы говорим про парниковый газ и про систему учета, все-таки технологические решения, наверное, это средство, это вторичная история, и она не должна ни в коем случае подменять цели, задачи, которые компании перед собой ставили, да, и осознание необходимости этого, потому что, ну, как бы, а вот нам там кто-то посчитает, и кто-то что-то вместо нас делает, ну, к сожалению, или, может быть, к счастью, не знаю, так это не работает, то есть должна быть какая-то вовлеченность руководства компании и специалистов, которые этим занимаются, а не там кто-то, кто-то вместо нас делает, а там как-нибудь с этим разберемся, и это вот первое, но на самом деле есть ведь и решения, которые позволяют в том числе и снижать выбросы, да, ну, вот, например, там, даже, ну, я не знаю, вы, наверное, лучше меня знаете, там, какие-нибудь технологии связаны, например, к регенерации солнечной, да, она сама по себе технология, которая хороша, но она особенно хороша, когда она включена в сеть, и у вас есть хорошая программа интеграторная, да, которая позволяет вам из большого количества минусных источников на самом деле создавать один большой. По большому счету, я вот, по-моему, пару лет назад впервые услышал о том, что компания, у которой вообще нет ни одной солнечной батареи, да, тем не менее выступает как поставщик, причем крупный поставщик на британском рынке энергии. За счет чего? Она выступает на самом деле как, как это вот, как Uber, как такси, то есть у нее ни одного высота такси нету, но есть программа, которая генерирует большое количество мелких установок, и это позволяет ей регулировать, управлять этими установками, и выступает на рынке как единый поставщик. Это типичное IT-решение очень высокого класса, которое переводит как бы микротехнологию в макротехнологию, и это очень, мне кажется, интересно. Спасибо большое, Михаил. Александр, вот с вашей точки зрения я понимаю, что в отличие от остальных участников представляется скорее академическое сообщество, но с вашей точки зрения в чем основные барьеры для применения цифровых решений в повестке устойчивого развития? Да, я вот тут буду, я прям бы душу тут поизливал, вам сказал, как мы долго с данными воюем. То есть, ну вот, знаете, как сейчас развивается вся эта отрасль, там уже разве что ленивый про искусственный интеллект не говорит, но что-то помоделировать над большие данные, это вот бигдата, наука, все, что есть, и ну нет нормальных систем мониторинга, вот наводнение, да, моделирую, гидропост виртуальный делаем. Полгода делали модельку, которая будет интерполировать о том, как примерно вода поднимается, ну вы и ошибка сами понимаете, какая будет. Вот кучу, кучу времени просто там, наверное, когда к проекту приступаем, полгода данные вычищаем вручную. Нет единой системы такой, которая бы сказала, ребята, вот так, так над данные собирать в таком-то формате, так-то хранить. Вот, например, вот отдать должное банкам, да, большим сейчас корпорациям, банк все-таки, наверное, сейчас одни с ним передовых, кто там и толкает. Вот. Массу имеется в виду. И вот как они данные собирают, их витрины данных, это, конечно, там, круто. Если бы что-то такое было с законодательной историей, да, например, сейчас там говорится о единой системе мониторинга многолетней мерзлоты и там еще каких-то событий. Вот, ну вот, да, что там должно мониториться, а как это все будет организовано технически, вот это меня вот очень сильно волнует и будет тронить процесс однозначно. если бы эти вот данные лежали, там, в каком-то виде, нормальный, там, open source, который можно там легко забрать, с простыми методами, это было бы очень здорово. Ну вот, сравнивая, да, с теми, что мы по каждой модельке пишем статью, да, у нас тоже и на статье KPI. И, как бы, статьи, когда мы публикуем, там, зарубежные журналы, в силу сегодня надо моделировать не на территории РФ. И нам надо, ну, модели без разницы, да, где работать, надо другие данные просто использовать. Вот, европейские датасеты абсолютно другого качества, не везде, конечно, но сильно выше. Вот, у нас, да, пример наглядный, Краснодарский край, семь метеостанций на территорию, ну, что это такое? Семь метеостанций. Это просто, это очень мало. Вот, и когда, если бы это было все едино и классно собрано, во-первых, это бы кучу денег стоило раз, потому что данные продавать, это дорого, это очень большой хлеб. Вот, и какая была польза колоссальная, два. Вот это вот, что у меня наболевшим, я вам. Слушайте, а можно я продолжу? Спасибо вам большое, на самом деле, вы очень важную тему подняли. Мы почти не говорили сегодня, хотя вот разве что у Оксаны было, про климатические риски, да, вот компании, теперь уже и должны, в принципе, тоже учитывать климатические риски, но статистика рисков настолько безобразна, даже на уровне предприятий, там, ну, вот, есть какая статистика отказов, есть какая статистика, там, остановок производства, практически нету совмещения этих, этих случаев, да, с какими-то погодноклиматическими явлениями. По-моему, ребята мне говорили, которые-то у нас работают, ну, хорошо, если в 5% случаев есть какая-то отсылка, что вот в это время, а на улице за окном происходило вот это, как бы, да, в большинстве случаев ничего такого нету, когда случилось само по себе и непонятно, что было за окном или по этой стороне окна, вообще ничего. и когда мы начинаем работать и готовить документы корпоративные, как вести в учет, то первое и главное, как вести мониторинг статистики отказов, статистики остановок и так далее, да, куда надо смотреть и где брать данные. По поводу отсутствия данных, это гениальная история, у нас был прекрасный проект, крупнейшее предприятие, открытый источник, там, значит, добыча руды, да, там огромный, огромный этот, как называется, ну не шахта, а наоборот, карьер, да, вот, куча разных обстоятельств, по которым им не дают работать, как бы, да, вот, надо сделать прогноз лет на 20, на 25 вперед, выясняется, что ближайшие две, две метрологические станции, обе находятся на расстоянии 100 километров, вот, ближайшие, а это серая зона, то есть, одна станция показывает, что этот тренд будет там в сторону, я не знаю, там, более, более засушливых, климата, другая, пока это, наоборот, в сторону более влажного климата, а вот это ровно посередке, и что было делать, писали, на самом деле рекомендации, какую метеостанцию нужно завести этому предприятию, хотя бы минимальную, чтобы начать анализировать и измерять динамику изменения климатических параметров, вот, конкретно в этой локации, так что, с данными, это полный атас, абсолютно. Мне кажется, да, Александр произнес слово, которое стало триггером для всех наших участников, Пожалуйста, Олеся. Да, поддержу традицию, продолжу коллег, действительно, мы, когда сталкивались с мониторингом климата и воздуха, и метеорологии, в основном все руководствуются положениями Росгидромета, а они таковы, что предусмотрен один пост мониторинга на 50-100 тысяч человек населения, то есть все города, меньше 50 тысяч населениям, из зоны мониторинга вообще выпадают, там не грязно, там нормально, там вообще все, всем дышится хорошо, тем не менее, все крупные города, которые МОНы, города Росатома, они все очень маленькие, и, естественно, тут, в этом тоже мы выступаем, когда мы дооснащаем, и у нас во всех проектах есть метеостанции, абсолютно во всех, ну а вопрос переиспользования данных, то как раз и стандартизация в конце выступления поднимала, потому что сейчас очень важно, чтобы они действительно переиспользовались, а мы имеем в наличии очень много разрозненных систем, и они все между собой вообще никак на данный момент не интегрированы, ну и переиспользование этих данных невозможно, поэтому мы, конечно, возлагаем огромные надежды на вгисок и мониторинг, читали техническое задание, это нечто потрясающее, там сотни интеграций, все должно туда забраться и выдаться нам всем в виде единого потрясающего окна с датасетом, с которым мы все можем, наверное, потом отлично моделировать. Главное, чтобы до 2100 года, чтобы мы все-таки успели воспользоваться этими данными с какими-то практическими целями. Срок сдачи в феврале следующего года, так-то. Пятилетка за полгода. Мария, дополниться? Да, ну и по нашей доброй традиции туда-сюда, Хочу подытожить, наверное, какой-то саммари нашего выступления, в том числе, что во главе угла всегда должен стоять прежде всего сначала интеллект, а потом искусственный интеллект. И вот сегодня вы видели, что существует огромный запрос на то, чтобы система мониторинга, да и не только мониторинга, да, все системы, которые сейчас созданы, они мэтчились между друг другом. И тогда действительно будет тот пресловутый эффект синергизма, о котором мы очень много говорим и о котором говорит, наверное, сейчас весь мир, но как будто чего-то не хватает, да, и поэтому от центризма компаний мы должны перейти к такой системе бизнес-государство-потребитель, наверное, так. Спасибо большое. Действительно, мне кажется, прекрасное резюме сессии, потому что, когда мы говорим о повестке устойчивого развития, мы говорим о системе, которая включает в себя и экологию, и общество как часть этой экологии, на самом деле, и бизнес как часть общества. Мы именно имеем вложенные матрешки, а не какую-то другую конструкцию. И здесь действительно площадка этого форума, мне кажется, очень правильная для того, чтобы подсветить темы, которые актуальны для практиков и совершенно по-разному применяющих цифровые технологии для решения экологических проблем. Возможно, на одном из следующих площадок форума мы услышим и решения, в том числе со стороны регуляторов, тем болям, тем ложкам дегтя, которые, к сожалению, пока все еще встречаются в этой очень большой и динамично растущей бочке меда. Позвольте поблагодарить прекрасных спикеров сегодняшней сессии и я понимаю, что мы превысили время дискуссии. Я предлагаю все вопросы задавать уже в ходе неформального общения, которое может последовать вот прямо сейчас за нашей сессией. спасибо большое. Спасибо большое. Субтитры создавал DimaTorzok